В эфире канал России итоговая информационная программа событий недели. В студии Ашемец Пхешков. Доброе утро. В Карачаево-Черкесии стартовал первый этап вакцинации от COVID-19. В республику поставлена партия вакцин от коронавируса в количестве 200 штук. Речь идет о вакцине «Спутник-5» ГАМ-КОВИД-ВАК, произведенной научно-исследовательским центром эпидемиологии имени Гамалеи. Это уже второе поступление вакцины от коронавирусной инфекции в нашу республику. Первой партией в 42 дозы были привиты медицинские работники. Какие группы риска в приоритете в этот раз и когда ждать массовой иммунизации для всех граждан, расскажет Ахмат Халкечев. Все 200 доз отечественного препарата ГАМ-КОВИД-ВАК уже сегодня распределили по медицинским учреждениям во всех муниципалитетах республики. Препарат требует особых условий перевозки и хранения и доставляется в специальных термоконтейнерах. И в процедурных кабинетах вакцина будет храниться в морозильных камерах при температуре минус 20 градусов. В приоритетных группах для первоочередной иммунизации работники медучреждений, образовательных организаций и сотрудники экстренных служб и правоохранительных структур. До конца года 403 человека у нас будет провакцинировано. Иммунитет начнет вырабатываться именно после 42 дней после проведения вакцинации. Уже с начала следующего года, после второго компонента, уже будет вырабатываться постепенно коллективный иммунитет. По всем законам вирусологии считается, что если привито 70% населения, тогда уже вирус перестает быть опасным для населения. По мере поступления вакцины привиться от коронавируса смогут все желающие, у которых нет противопоказаний. А массовая иммунизация населения предположительно начнется уже в январе. К числу противопоказаний медики относят обострение хронических заболеваний, наличие у человека острых респираторных заболеваний и аллергических реакций на компоненты вакцины. Прививаются люди от 18 до 60 лет. Пока такие возрастные ограничения. Вакцинация исключительно добровольная. Люди должны быть информированы. Они могут предварительно записаться к терапевту. После осмотра терапевта, если не выявлено никаких противопоказаний, то можно проводить вакцинацию. После вакцинации под наблюдением врача тоже нужно оставаться какое-то время. Уже тут же записывают на следующую вакцинацию через 21 день. Человек будет знать, когда ему нужно в следующий раз прийти и приходит на вторую вакцинацию. В самое ближайшее время в республику поступит еще одна партия вакцины от коронавируса, говорят в региональном Минздраве. В Черкесске уже провели вакцинацию от коронавируса педагогам. Также прививки сделают медработникам, а все остальные группы населения будут вакцинироваться с Нового года при поступлении основной партии вакцины. Прививка от коронавируса бесплатная и делается на добровольной основе. Вакцина от ковида можно делать лицам от 18 до 60 лет. Первые привитые педагоги отметили, что вакцина – это возможность сохранить свое здоровье и обеспечить безопасность своим близким. Для меня это очень важно, потому что родители возрастные, тоже не хотим, чтобы они заболели. Внуки маленькие, да и самим неохота болеть. Зачем? Лучше прийти, сделать прививочку, сделать вакцинацию и все. Укололи и пошел, как в том стихотворении, абсолютно никаких ощущений. Куда нужно обращаться, если цены на лекарства в аптеках завышены? Представители Управления антимонопольной службы по Карачаево-Черкесии и Росздравнадзора подробно дали ответы на вопросы, касаемо нарушения прав граждан на оказание доступной, качественной и безопасной медицинской деятельности, обеспечению лекарственными препаратами. Об этом подробнее расскажет наш корреспондент Алихан Лепшоков. В последнее время участили случаи резкого повышения цен на лекарственные препараты. Здесь очень важно отметить, что медикаменты делятся на две группы. Это жизненно необходимые и иные. Цены на первый тип лекарств регулируются государством. Поэтому граждане, которые хотят проверить ценовое соответствие, могут посмотреть и в сети интернет, где есть завышение стоимости на препараты в той или иной аптеке. Главный государственный инспектор управления антимонопольной службы по Карачаево-Черкесии Инус Матакаев отмечает, что при выявлении повышенных цен на жизнь необходимые препараты следует обращаться в Росздравнадзор. Если что касается иных лекарственных препаратов, иные лекарственные препараты государственным органам государственной власти не регулируются. То есть этот рынок является свободным, сам товарный рынок регулирует цену. Но никто не застрахован от злоупотребления хозяйствующим субъектом своим положением на данном товарном рынке. В данном случае, если происходит резкое повышение, то существует два инструмента реагирования. Первый инструмент – это местные органы, субъекты федерации. В случае более чем 30% повышения на лекарственные препараты могут обратиться Росздравнадзор с предложением о том, чтобы установить предельно допустимую отпускную цену на данный препарат. В условиях чрезвычайной ситуации или в случае резкого подорожания медикаментов, относящихся к иным лекарствам на 30% и более, органы государственной власти субъекта России вправе направить в Росздравнадзор свои заявления с указанием предельной отпускной цены производителя. У нас существует статья 10 и 11 закон о защите конкуренции. Это злоупотребление доминирующим положением и согласованные действия или сговор на данном товарном рынке. Изучая ситуацию по факту, мы, соответственно, делаем свои выводы. Но, обращаясь к нам, конечно, наш инструмент реагирования носит немножко такой среднесрочный характер. Мы изучаем товарный рынок, выявляем субъектов. Если это доминирующий субъект, то у него одни правила. Если это сговор на данном товарном рынке, там другая ситуация. Мы реагируем чуть по-другому. В любой ситуации, если граждане считают, что, по их мнению, цены на лекарственные препараты превышают допустимые, экономически допустимые цены, то они обращаются к нам. За год по завышению цены на лекарственные препараты было всего три письменных обращения, отмечают представители Росздравнадзора по Карачаево-Черкесии. Данный орган осуществляет контроль в сфере обращения медикаментов по разным направлениям, включая соблюдение прав граждан. Они отмечают, что все препараты, которые входят в перечень жизненнеобходимых, регулируются государством, и при выявлении их завышенной стоимости необходимо обращаться в их ведомство. В таблицах, которые можно посмотреть на сайте Минздрава КЧР, на сегодняшний день более 40 тысяч наименований лекарств. И вот по каждому из них в последней графе указана максимальная цена. Вот если вы приобрели лекарство в аптеке, и оно выше вот этой цены, значит, тут же обращайтесь к нам, мы примем меры административного воздействия, оштрафуем эту аптеку. Территориальным органам Росздравнадзора проводится ряд мониторингов, в том числе проверка цен на жизненно необходимые лекарства, также наличие препаратов, предназначенных для лечения новой коронавирусной инфекции. Очень важно гражданам обратиться при нарушении их прав в региональный орган Росздравнадзора. Алихан Липшоков, Мухаммед Ашибоков, Вести, Карачаева, Черкесия. В поликлинике Карачаева, Черкесии поступила очередная партия препаратов для коронавирусных больных, находящихся на амбулаторном лечении. Лекарственные средства будут выдаваться бесплатно тем, у кого подтвержден диагноз COVID-19. Специалисты и медики настойчиво призывают население не заниматься самолечением. Мы получили семь номинований препаратов, которыми мы работаем на сегодняшний день. Эти препараты мы раздаем пациентам, которым они необходимы. Работаем мы по схеме девятой версии. Очень прошу не заниматься самолечением, не заниматься другими лечениями, которые вы слышите от посторонних людей. Пожалуйста, вовремя обращайтесь к участковым терапевтам. Если у вас температура 37, если какие-то симптомы появляются, сидите дома и вызывайте участкового терапевта. Указом главы Карачао-Черкесии Рашида Тимрезова на основе предложения Управления Роспотребнадзора в республике введены дополнительные ограничительные меры, направленные на недопущение дальнейшего распространения коронавирусной инфекции в предновогодний период и в продолжительные праздничные выходные. Актуальность и необходимость таких мер поддержал и главный врач от Гехабльской районной больницы Зураб Гогушев, который в эти дни возглавляет COVID-госпиталь на базе противотуберкулезного диспансера. С ним встретилась Фатима Даурова. Введенное ограничение главой республики, Рашид Борисбеевичем Тимрезовым, достаточно правильное и вовремя введенное ограничение, так как мы адекватно понимаем, что массовое скопление людей приведет к увеличению роста больных. Последние противоэпидемические исследования четко показали, что распространение коронавирусной инфекции зависит от социальной дистанции в первую очередь, от скопления людей, от соблюдения противоэпидемических мероприятий. Любые массовые мероприятия вызовут всплеск заболевания. Все ограничения, связанные с соблюдением противоэпидемических мероприятий, также должны быть направлены и на детей, молодежь и подростков, так как дети, молодые люди, они достаточно в легкой форме переносят данное заболевание, но являются неплохими, достаточно хорошими переносчиками, что повлечет за собой, соответственно, рост заболевания у взрослого населения, у пожилых людей. Пожилые люди достаточно тяжело переносят коронавирусную инфекцию, и они входят в группу риска по данной патологии. К сожалению, вторая волна оказалась тяжелее первой волны. Во время второй волны мы столкнулись с большим количеством больных, достаточно в разы больше, чем во время первой волны. Тяжесть проявления заболевания выше, больные переносят тяжелее. Однако, учитывая то количество госпиталей, которое было открыто, а у нас в республике достаточно много госпиталей открыто, если сравнивать с другими субъектами, достаточно много, то вот этого ажиотажа, касаемо госпитализации, уже нет. Госпитализируем в ранние сроки, в ранние сроки госпитализируем. По количеству выписанных больных за время работы второй волны, это с 3 сентября, мы уже выписали более 900 человек. Более 900 человек выписали. На сегодняшний день госпиталь полностью заполнен, полностью заполнен. Однако, ежедневная выписка больных достаточно хорошая, неплохая. В день по 14-18 человек мы выписываем, и моментов каких-либо ожиданий больных на госпитализацию у нас нет. Средняя длительность госпитализации нахождения в стационаре составляет 13 дней, если это, соответственно, нереанимационные больные. К сожалению, определенная часть больных, поступающих в госпиталь, занимаются самолечением, неправильным самолечением, назначают и принимают ненужные препараты, и ухудшают клинику, смазывают клинику. Но при этом процесс коронавирусной инфекции в организме, он не останавливается, не прекращается. Соответственно, вирус достаточно хорошо распространяется в организме. Идет повреждение легочной ткани, легких. Ну, клиника, получается, смазана, и они в более тяжелом состоянии к нам поступают. Хотел бы обратиться к жителям республики, чтобы они ни в коем случае не занимались самолечением, не прислушивались ни к каким, скажем так, как правильно выразиться, мнениям обывателей, а соблюдали лишь рекомендации лечебных учреждений, терапевтов, участковых или медицинских организаций. На сегодняшний день в госпитале у нас находится и находилось с повторным заражением 6 человек. Повторное заражение не говорит о легком течении заболевания. Двое из повторных больных достаточно в тяжелой форме переносят вторую часть. Достаточно в тяжелой форме. При наличии антител, лишь тогда человек может быть спокойно и уверен в том, что он не заразится повторно. Но, к сожалению, не все больные, которые перенесли впервые коронавирусную инфекцию, имеют антитела и застрахованы от повторного заражения. Здесь моменты вакцинации очень важны. То есть вакцинация, которая сейчас будет у нас проходить, это очень важный этап в борьбе с этой коронавирусной инфекцией, с этой пандемией. Практика показала, что лица, находящиеся в стационаре, больные, они сами отмечают изменение психической деятельности, то есть проявление агрессии, определенную эмоциональную лоббильность. По выписке данной пациенты рекомендуем пациентам обращаться к психологам для корректировки, для корректировки, скажем так, вот этого эмоционального состояния. Также должны проходить реабилитацию. В условиях у нас есть учреждения, которые проводят реабилитацию, это ЛРЦ, находящиеся в городе Черкесске. Соответственно, все это указывается в выписке. До 80% всего персонала – это люди, которые работают с первой волны. Общее количество персонала – 103 человека у нас. Вот 80% примерно – это люди, которые начали работать с апреля месяца. Вот по сегодняшний день мы работаем. Это достаточно хороший опыт, когда ты ежедневно, день в день, без выходных, без праздников, без каких-либо этих, ежедневно работаешь. Видишь только эту патологию, работаешь с этой патологией. Опыт достаточно хороший, практические навыки достаточно хорошие. И, конечно, если сравнивать с первой волной, тактику нашего поведения, тактику лечения – это абсолютно разные вещи. Сейчас мы уже более адекватно ориентируемся в этой патологии, понимаем адекватно, что мы будем иметь, скажем так, на второй, на третий день, на четвертый день лечения, к чему мы идем. То есть это более понятно сейчас, безусловно. Средства индивидуальной защиты в полном объеме. В полнейшем объеме нет абсолютно никакого дефицита. Никакого. То есть мы можем использовать на сегодняшний день любой объем СИЗов. Мы не ограничиваем из-за, допустим, этих СИЗов количество входа персонала. То есть если нам необходимо за сутки ввести 60 человек персонала, заходит 60. Необходимо 100, зайдет 100. То есть с СИЗами проблем никаких нет. СИЗы не стираются, там не гладятся. Это одноразовые СИЗы. Одели, отработали, сняли, выкинули. Все. То есть с этим проблем никаких нет. Касаемо материально-технического обеспечения. По крайней мере в нашем госпитале, только вот я от нашего госпиталь беру, у нас 24 аппарата ИВЛ. То есть это говорит о многом. И когда у нас там на 105 коек 24 аппарата ИВЛ, это высокое материально-техническое обеспечение. Достаточно высокое. Прямо сейчас реклама, а позже мы продолжим выпуск. Скидки до 30% на все. Это раз. Куртка в подарок. Это два. Рассрочка на три года. Это три. Ветские меха. ТЦ Панорама. Первый этаж. В честь 30-летия мы подготовили для вас специальное предложение. Рефинансируйте кредит. Поставки не выше 8,9% годовых в Минбанке. Меньше платеж, больше поводов для радости. Московский индустриальный банк. Внимание! Сеть магазинов «Доступ» объявляет о старте акции. Только с 10 по 25 декабря. Минус 20% на весь ассортимент товара. В магазинах большой выбор высококачественных товаров. Прямые поставки. Много товара из Турции. Спешите. Цены и качество вас приятно удивят. Биберлэнд. Миру сыр. Скидки? До 80%? Да. Распродажа в 585 золотой. Украшения со скидкой до 80%. Надо брать. 585 золотой. Дарите эмоции. Изготавливаем ворота, навесы, перила, металлические и кованые двери. Выезд, замер и установка бесплатная. Телефон 8 928 787 0381. Инстаграм ворота нижнее подчеркивание Умар. Высокоскоростной интернет появится в социально-реабилитационном центре «Надежда» для несовершеннолетних. Будет решен и вопрос с ветхими деревьями, тополями, которые представляют опасность жильцам многоквартирных домов. Такого характера вопросы задавали жители республиканской столицы, спикер парламента Крачаева-Черкесии Александру Иванову. В рамках декады приема граждан и ко дню образования партии в онлайн-режиме и прошел прием граждан. Подробнее Александра Коваленко. Коронавирусная инфекция ворвалась в нашу жизнь внезапно. Внесла массу коррективов в повседневную жизнь каждого человека. Школьники переведены на удаленное обучение. В связи с этим в реабилитационном центре «Надежда» возникла проблема с интернетом. С просьбой провести оптоволоконный интернет к спикеру парламента Крачаева-Черкесии Александру Иванову обратилась заместитель директора республиканского госучреждения Татьяна Михайлова. В данный момент мы живем в закрытых условиях вместе с детками на работе. И учимся удаленно. Соответственно, очень сложно нам даются занятия, которые проходят в онлайн-режиме. Интернет очень слабый. Есть, говорят, возможности провести нам оптоволоконный интернет. Но вот хотели бы с этой просьбой обратиться к вам, чтобы вы помогли нам провести и помочь деткам, как говорится, еще в течение будущего года учиться по удаленной программе. В рамках партийной акции «Помоги учиться дома» помощь соцучреждению в этом вопросе будет оказана. Утвердительно заявил секретарь Карачаева-Черкесского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Иванов. Единственная просьба, чтобы при этом соблюдались предписания Роспотребнадзора, потому что меры должны соответствовать этой эпидобстановке. То есть люди, которые будут задействованы в технических работах внутри помещения, должны быть здоровыми и не подвергать опасности детей и персоналу учреждения. А так, в целом, мы вам поможем. Более 600 детей-инвалидов ежегодно проходят лечение в реабилитационном центре «Росинка». И пока они вместе с родителями ждут занятий, в этот период просто необходимо занять себя. С просьбой оборудовать детскую игровую площадку к Александру Иванову обратился социальный педагог «Росинки». В следующем году вопрос обещают разрешить. Я думаю, что эту просьбу мы сможем реализовать, но только давайте мы с начала следующего года выделим депутатские средства, которые мы обычно направляем по таким обращениям. Волонтерам «Единой России» необходима помощь в виде горючо-смазочного материала. Эту просьбу озвучил координатор волонтерского центра Альберт Зугаев. Из бюджета парламента республики ребятам, которые занимаются доставкой бесплатных лекарств, продуктов, питьевой воды, больным с коронавирусной инфекцией, также будет оказана помощь для беспрепятственного передвижения по Карачаево-Черкесии. Хотел бы поблагодарить вас, как председателя парламента, как активного депутата, за помощь, которую вы оказываете нашему волонтерскому центру. Одно из крайних задач, которые вы помогли нам решить, это обеспечить наших волонтерских мобильных группы бензином, горючо-смазочным материалом. Благодаря этому мы сегодня уже охватили две поликлиники города Черкеска в развозе ковидным пациентам лекарственных препаратов, которые поступили в республике. На сегодня нами уже развезено 320 пациентов обслужено, два лечебных учреждения. Это городская поликлиника города Черкеска и лечебный реабилитационный центр Минсанчасть. Также в мэрию Черкеска от имени спикера парламента Александра Иванова будет направлено обращение, в котором говорится разрешить проблему вырубки старых тополей во дворе многоквартирного дома по улице Советская, 158. Вопрос поручено держать на контроле руководителю отделения партии «Единая Россия Черкеска» депутату Алексею Ганшину. Также в рамках акции «Безопасная дорога в школе» в следующем году будут заасфальтированы тротуары от улицы Кирова до Октябрьской. Александра Коваленко, Руслан Харченко, Вести Карачаева, Черкесия. В Черкесске увековечили имя заслуженного врача России, отличника здравоохранения СССР Алексея Адамовича Хуранова. На здании городской поликлиники появилась мемориальная доска в честь одного из самых известных врачей Карачаевой Черкесии. На открытии побывала Фатима Даурова. Холодным декабрьским утром у входа в здание Черкесской городской поликлиники собрались люди. Они пришли на торжественное открытие мемориальной доски в честь одного из самых активных участников становления современной медицины в Карачаево-Черкесии Алексея Адамовича Хуранова. Человека, который сыграл огромную роль в жизни многих людей, спасая их от недугов и болезней. Алексей Адамович прожил удивительную жизнь. Удивительно долгую жизнь. Не в смысле того, что судьба и природа дала ему возможность прожить 80 лет. Он прожил ее с точки зрения того позитивного человеческого следа, который он оставил в истории Карачаева-Черкесии, в истории тысяч жителей этой республики. И как врач, и как организатор работы учреждений здравоохранения Карачаева-Черкесии. Здесь уже было сказано, что он был одним из тех людей, который делал первые шаги в становлении медицины нашей тогда области, а потом уже республики. Алексей Адамович начинал свой трудовой путь как сельский врач и достиг должности заведующего отделом здравоохранения Карачаева-Черкесского обл. исполкома. Будучи на этом посту, внес ощутимый вклад в развитие системы здравоохранения региона. Но острое желание помогать больным и быть ближе к людям заставило его сменить министерское кресло на кабинет врача. Много лет он возглавлял Черкесскую городскую поликлинику. Именно в годы его руководства она превратилась в самостоятельное, хорошо оснащенное лечебное учреждение с высокой посещаемостью. Будучи талантливым организатором и отличным хирургом, Алексей Адамович посвятил свою жизнь двум основным направлениям – лечебно-хирургической практике и управленческой деятельности. Став главным врачом поликлиники, долгое время он создавал то, что мы сегодня имеем. Все службы, кроме терапевтической, он создавал. Вот это здание, где мы сейчас присутствуем, тоже построено по его настоянию. Очень трудно он добивался строительства этого корпуса. И что дало возможность, конечно, в более комфортных условиях, современным оборудованием трудиться нашему коллективу. Вспоминая Алексея Хуранова, выступающие особенными словами, отмечали его высокий профессионализм, последовательность и принципиальность в делах, чуткое, внимательное отношение к людям. А его сын Руслан благодарен отцу за свое воспитание, за нравственное и моральное качество, которое он привел ему, и за жизнь, которую подарил. Он был не потому, что мой отец, он был очень одаренный человек. У него не было врагов. Для него не было людей разных одной. Он национально с ним не имеет никакого значения. Он был большим патриотом своего народа, Абхазии. Он не мысел в своей жизни без общества, близких, родных своих людей. Он был бессеребрянник. Знаете, как говорят, что если сделать доброе дело, отойди на безопасное расстание, чтобы волна благодарности не смыла тебя. Он не боялся отходить. Он делал доброе дело и забывал об этом. Но люди не забывали. За свою жизнь Алексей Адамович Хуранов был удостоен самых высоких званий и наград. Отличник здравоохранения СССР, заслуженный врач Российской Федерации, народный врач Карачаево-Черкесской Республики, почетный гражданин города Черкеска. А теперь доска памяти с его именем будет висеть на самом почетном месте, на фасаде того самого здания, инициатором строительства которого он выступил сам. И куда обращаются сотни горожан ежедневно за медицинской помощью. Ее Алексей Адамович оказывал всем нуждающимся. Фатима Даурова, Анжела Аджибекова, Мухаммеда Шибока, Вести, Карачаево-Черкесия. В Москве завершил свою работу Всероссийский съезд классных руководителей. Организатором выступила Академия Министерства просвещения России. Такой съезд проводится впервые за многие годы. Чем вызвано особое внимание к работе классных руководителей? Какие проблемы обсуждались на съезде? Подробнее об этом расскажет Ольга Савенко. Такое внимание к работе классных руководителей вызвано изменениями, которые в этом году внесены в закон об образовании. Ключевая поправка – об усилении воспитательного процесса во всех образовательных учреждениях – детских садах, школах, училищах и колледжах. Таким образом, на классных руководителей возложена двойная ответственность. И за образовательный процесс, и за формирование моральных, нравственных принципов учеников. В прошлом году Карачаево-Черкесия приняла участие в работе пилотного проекта, который был разработан в соответствии с государственной программой стратегией развития воспитания до 2025 года. Пять школ нашей республики – это одна школа города Черкеска, это шестая школа, одна школа города Карачаевска, Хабесского района, Малокарачаевского и Зеленчукского района. Всего пять школ принимали участие в апробации программы воспитания в Российской Федерации. Результаты работы, а также типовую программу воспитания, можно найти на сайте Академии просвещения России. Исходя из ее положений, каждая образовательная организация на территории страны обязана разработать свою программу. Карачаево-Черкесия над ее концепцией работает более 3000 классных руководителей. На сегодняшний день активно идет эта работа во всех школах, дошкольных образовательных организациях и в средних профессиональных образованиях. Планируется в течение этого учебного года с сентября 2020 по август 2021 года каждая образовательная организация будет разрабатывать свою программу, апробировать эту программу в этом году. И с сентября 2021 года реализация данных программ по воспитанию обязательно для каждой образовательной организации. Какая программа работает в регионе? В чем ее особенность? Какие методики воспитания наиболее удачны в современных реалиях? Вот для чего собрались на съезд классные руководители из разных регионов страны. Съезд стал площадкой, позволяющей обсудить лучшие современные практики в сфере воспитания, выработать практические рекомендации по дальнейшему развитию и распространению эффективных методик. Нашу республику на съезде представила учитель средней школы аула Либертуковский Фатима Зантимирова. Работа велась по трем направлениям. Я принимала участие в секции номер два, которая называется «Классный руководитель цифровой эпохи». За эти дни наш педагог узнала много интересного и даже решила перенять опыт своих коллег из Волгоградской области. На родительское собрание приглашают только пап, потому что для многих пап является авторитетом. Учительница из Волгограда рассказывала, что у них в классе семь мальчиков, и они все учились плохо. Но после того, как начали проводить родительское собрание, приглашали пап, многие ребята стали учиться намного лучше. Фатима Мухабовна решила включить этот пункт в свою программу воспитания. Хорошая идея, учитывая особую роль мужчины на Кавказе. Остается надеяться, что наши папы услышат просьбу педагога и будут не только приходить на родительские собрания, но и принимать самое активное участие в воспитании детей, а не перекладывать эту функцию на мам, как это чаще всего у нас и бывает. Ольга Савинко, Роберт Джугутанов, Вести Карачаево-Тюркесия. Это вся информация, подготовленная нашими корреспондентами к итоговой программе «События недели». Я благодарю вас за внимание, и пусть в ваши дома приходят только добрые вести. Будьте с нами, до встречи.